Чакры – это организационные центры, которые принимают, усваивают, накапливают и передают энергию жизненной силы на каждом из своих соответствующих уровней – земле, воде, огне, воздухе, звуке, свете и мысли. Вместе семь чакр дают глубокую формулу целостности, которая соединяет ум, тело и дух. Первая чакра расположена в области половой промежности. Йоги назвали ее Муладхара-чакра. Она вырабатывает первоначальную жизненную энергию, которая питает тело и клетки. Отвечает за выживание и физическое здоровье. Дает энергетическую основу, связанную с надпочечниками. Когда Муладхара блокируется, появляются болезни физического тела. Вторая чакра – Сватхистана. Расположена в области лобка. Вырабатывает сексуальную энергию и отвечает за репродуктивную функцию. Дает возможность наслаждаться. Связана с половыми железами. Когда блокируется Сватхистана, прекращается половое влечение и теряется вкус к жизни. Третья чакра – Манипура. Связана с поджелудочной железой. Родовая связь и социальные энергии желтого цвета. Это одна из всех чакр, которая может иметь разное расположение в теле. Базовое расположение – область пуповины. Если человек живет мирской жизнью и не имеет широкого признания обществом, а только связь с родственниками. Солнечное сплетение – связь с миром людей. Если личность популярная. Чем более популярна личность, тем ближе Манипура к солнечному сплетению. Сильная Манипура – доминанта в социуме. Слабая Манипура – неэффективность в карьере и социальном мире. Четвертая чакра – Анахата. Энергия любви. Связана с вилочковой железой. Олицетворяет любовь к себе и миру. Одна из важнейших чакр для духовной реализации. Все высшие учителя йоги, святые, верховные шаманы шли путем любви и милосердия. Анахата создает энергию любви в нашем сознании и теле. Расположена в области сердца. Имеет энергетический оттенок зеленого цвета. Пятая чакра – Вишудха. Связана с щитовидной железой. А сама чакра расположена в самом центре горла и генерирует энергию голубого цвета. Благодаря Вишудхе мы можем общаться, создавать коммуникации, договариваться и творить. Чем более личность творческая, тем более развита Вишудха. Именно Вишудха создает энергетическую связь головы и тела, сознание и подсознание, личностью и обществом. Харизма – отличительная черта человека, у которого хорошо работает Вишудха. Если есть блок в этой чакре, то теряются коммуникативные навыки и творческий подход. Шестая чакра – Аджна. Фиолетовый оттенок энергии. Находится в межбровной зоне. Ее центр – в шишковидной железе. Это центр воли, блок управления сознанием. Идеологический аспект каждого человека. Мысль материальна – это правильная работа Аджна-чакры. Способность материализовать мысли и предвидеть события. Именно через Аджна-чакру происходит вход в состояние самадхи и расширение сознания за пределы физического тела. Седьмая чакра – Сахасрара, белая энергия. Находится в области макушки и также связана с шишковидной железой в головном мозге. Через макушку входит высшая духовная энергия и по мере прохождения по чакрам вниз эта энергия преломляется на цвета, создавая вихри в чакрах.